Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня поскольку понедельник в 16.00 по московскому времени состоится традиционный для понедельника вебинар, правильный понедельник, но тему этого вебинара я предлагаю определить вам. Сегодня также в телеграмм канале, который я только что повторно анонсировал, мы проведем голосование, предложим несколько тем на выбор, соответственно та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет выбором и будет ключевой в ходе моего сегодняшнего выступления. Ну что ж, мы подводим итоги прошедшей недели, которая была крайне насыщенной, я бы даже сказал перегружена на фундаментальные события. Сразу несколько регуляторов, за которыми мы следим, Федрезерв, ЕЦБ, Банка Англии опубликовали решение по ключевой процентной ставке. Вешенкой на торте выступил пятничный Nonfarm Pearls, который еще больше раскачал рыночную волатильность. И наконец-таки, друзья, как мы с вами ожидали, индекс доллара, который долгое время находился, топтался в районе 102 пунктов, даже был период времени, когда многие уже поверили в неизбежность теста, поддержки 100 пунктов и движение ниже. Индекс доллара все-таки выстарел и прорвался к новым локальным максимумам. Это больше похоже на то, что все-таки покупатели собрались силами и готовы сохранять инициативу на своей стороне, чтобы впоследствии продолжить дальнейшее развитие роста. Что касается реакции доллара на отчет по Nonfarm Pearls, она была вполне ожидаема, потому что сильный фундаментальный фон, блок статистики, количество новых рабочих мест, которые мы получили, это хорошие данные, на которых можно отстраивать уместность и целесообразность сохранения жесткой монетарной политики. Напомню, что на прошлой неделе, помимо сильного отчета по американскому рынку труда, был, безусловно, еще один фундаментальный драйвер роста. Есть странность, что доллар сразу не отреагировал на него. Это заседание американского регулятора, если говорить по итогам, то ставку повысили, как и ожидалось, на 25 базисных пунктов. Но в сопротивленном заявлении, как мы помним, американский регулятор ясно дал понять, что ввиду все еще высокой инфляции, уместно и дальше повышать процентные ставки. А на пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Паул повторил, что дезинфляционный процесс, кстати, он впервые использовал этот термин, возможно, и начал сам в американской экономике. Но Федрезерву потребуется куда больше доказательств, чтобы убедиться в том, что ситуация находится под контролем. Конечно же, нормальный подход к анализу и интерпретации такой риторики позволил всем, кто хотел сделать единственные, на мой взгляд, правильные выводы, которые заключаются в том, что ФРС будет и дальше повышать ключевую процентную ставку. И если раньше мы ориентировались на то, что еще одно, как минимум, повышение ставки последует в марте, то я предлагаю уже закладывать чуть ли не со стопроцентной вероятностью того, что следом за мартом на майском заседании американский регулятор также повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. В итоге она достигнет 5,25%. Как на все это будет реагировать американский рынок долга, американский трежерис, допускает, что, скорее всего, роста. И вот эта восходящая динамика трежерис непременно поддерживает интерес к американскому доллару. Повторю, 102,9 сейчас по индексу американской валюте. Мы находимся в длинных позициях. Наконец-таки доллар развернулся. Наконец-таки он получил фундаментальную поддержку. И сильный блок данных по американскому рынку труда, скажем так, авансом обеспечил жесткую риторику и уверенность Федрезерву на последующих заседаниях, когда ему придется отчитываться о проделанной работе монетарной политики. И будет возможность в этот самый момент сделать акцент на то, что жесткая монетарная политика вполне может опираться на сильные рынка труда. Следующая цель по индексу доллара 103,5-104 пункта. Золото 1877. Конечно же, рост американской валюты, рост доходности американских трежерис привел к резкому развороту по рынку драгоценных металлов и серьезным распродажам по золоту и серебру. Текущие котировки, как я уже отметил, 1877 локальные минимумы были еще ниже. Ситуация с долларом уже ясна. Мне кажется, что ее нужно использовать дальше как аргумент в пользу того, чтобы золото локально испытывало дальше давление. И, пожалуй, самый главный такой короткосрочный фактор, подсвечивающий возможности заработка на шортах, это индекс настроения, который сейчас свидетельствует о том, что большинство уже в лонговых сделках и распределение сил 70 на 30. Делаем вывод, что рынок пойдет по пути наименьшего сопротивления. И в отличие от ситуации недельной давности, этот путь наименьшего сопротивления сейчас предполагает дальнейшее снижение. Цель по золоту 1850. Европейская валюта против доллара 1,0796. У евро был очень хороший фон, на котором можно было отстроить бычье ралли. Это решение Европейского центрального банка повысить процентную ставку на 50 байсных пунктов, то есть это решение, которое превосходит по темпам повышения ставки решение американского регулятора. Сильная статистика, январьские данные по сфере услуха еврозоны 58 с 49,3. По Германии тоже позитивный отчет. Кстати говоря, впервые за, по-моему, 6-7 месяцев, то есть выше 50 индекса, вышел в зону восстановления. И на этом фоне евро не дал никакой реакции, остался под давлением, что свидетельствует о том, что на евро теперь полностью будет влиять только лишь доллар. И поскольку мы только что с вами определили, что у американской валюты есть еще потенциал для роста, европейская валюта, скорее всего, останется под давлением. По фунту блестящая сделка вышла на продажу текущей котировки 1,2060. Наша долгосрочная цель, которая уже не является долгосрочной, учитывая, что до нее остается 60 пунктов. Цель 1,20. Давление на фунт оказало решение Банк Англии повысить процентную ставку, потому что в ситуации с английской экономикой ужесточение монетарной политики десятый раз подряд это больше негатив. Ранее я вам рассказывал про то, что британская экономика ориентирована на потребителя. Очень важным показателем сейчас в этой экономике является сектор недвижимости, который, по сути, текущим состоянием указывает и является предвестником серьезного затяжного финансово-экономического кризиса. Массовые протесты исторические просто по масштабам. Это тоже фактор давления для британской валюты. Сфера услуг, промышленный сектор, тотальное снижение, спад. Прогнозы по рецессии британской экономики, по глубине вот этого спада от Международного валютного фонда. То, что британская экономика сядет на 0,6% и в 2024 году продолжит испытывать проблемы. На этом фоне, я думаю, что нужно шортить фунт. И дальше, как я уже отметил. Доллар Канадис 1,34. Есть два важных события на этой неделе. Это выступление главы Банка Канады Тифа Маклима, который состоится на завтра и в пятницу американские, точнее, данные по канадскому рынку труда. Обычно мы анализируем вместе американскую статистику Non-Farm Perils и канадские данные по рынку труда. Но в этот раз так совпало, что они разъехались по разным неделям. И канадская статистика будет в эту пятницу. По прогнозам, скорее всего, цифры будут неплохими. Я рассчитываю, что вкупе с потенциально жесткой риторикой Маклима и Банка Канады и сильным рынком труда это может оказать поддержку канадской валюте. Поэтому давайте поддержим кошорт по доллару на канадцу с Элеми 1.32. И рынок нефти 80.10. Вот здесь, конечно же, снижение, которое очень сильно расходится с фундаментальным фоном, который исключительно способствовал бы в нормальных условиях росту этого сектора. Китайская экономика, восстановление, индикаторы роста Китая в виде производственного, непроизводственного индекса. Имбарго, которое вступило в силу 5 февраля, то есть накануне на поставку российских нефтепродуктов, что, в принципе, уже заранее создает дополнительный дефицит предложения нефтепродуктов на мировом рынке. Все это рынком сейчас игнорируется. Это, конечно же, уже тревожный сигнал. Если в ближайшие дни, опять же, инициатива не перейдет к покупателям рынка нефти, то станет ясно, что и на нефть тоже сейчас оказывает напрямую влияние только лишь доллар, и в этой связи нефть может и дальше развивать нисходящую динамику. Но давайте не будем тогда забегать совсем уж прямо на конец этой недели. Пока что даем шанс нефти восстановиться, тем более, что впереди важная поддержка 80 долларов за баррель, которая может выставить. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!